В рамках исполнения поручений президента в динамике ведутся восстановительные работы в ряде районов Сардаринской области. Что сделано на сегодняшний день узнали корреспонденты телеканала «Узбекистан-24». Несмотря на то, что селение Учтом в силу своего расположения в числе наиболее пострадавших от наводнений, это никак не сказывается на темпах проводимых здесь восстановительных работ. В сотрудничестве с Национальной гвардией, Министерством обороны и рядом профильных ведомств здесь шаг за шагом решаются задачи, обозначенные главой государства. Расчищаются и ремонтируются объекты транспортной инфраструктуры, устраняются перебои, вода, газа и электроснабжений, фокусе внимания обеспечения благополучия населения, предотвращение преступлений и неправомерных действий, защита имущества граждан, в том числе путем организации специальных контрольно-пропускных пунктов. Еще один важный аспект — поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Ведется широкомасштабная работа с профильными организациями по восстановлению системы коммуникаций. Гражданам оказывается материальная и морально-психологическая поддержка. Прикладывается максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки создать достойные условия жизни для населения. Производится перекрытие поврежденной кровли. Меняется облик домов и улиц, а с ним и настроение людей. Примечательно, что образцовые дома, построенные здесь по типовым проектам, в соблюдении всех градостроительных норм от наводнения не пострадали. После расчистки придомовой территории улиц эвакуированные семьи смогут вернуться в свое жилье. Огромное спасибо за такую всестороннюю поддержку. Появляется уверенность, что наш район, наша Махале станет еще красивее, благоустроеннее. Весь народ пришел к нам на помощь. Помогли одеждой, продуктами. Огромная благодарность всем. Эти тяжелые дни забудутся, а добро останется в памяти навсегда. Мы видим, как глава нашего государства лично контролирует весь процесс. Самое главное, у наших соотечественников появилась уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что они не одни. Их поддерживает государство и все, кто небезразличен. Буквально со всех регионов поступает помощь. Это говорит о доброте и отзывчивости узбекского народа. Никто не оставил сырдоринцев в этот сложный момент. Соответственно, волноваться не о чем. Вот такой у нас милосердный и душевно щедрый народ. В сотрудничестве с Национальной гвардией, Министерствами внутренних дел и по поддержке Махали и семьи организован специальный штаб. Здесь принимаются документы граждан. Оценивается ущерб, нанесенный в результате стихийного бедствия, их имуществу и домашнему скоту. Изучаются проблемы, поднятые в обращениях населения. Специалисты акционерного общества территориальные электрические сети восстанавливают нарушенные электроснабжения в ряде села Махали района. Высоковольтные трансформаторы очищаются в грязи и мусора. Заменяется электропроводка. На сегодняшний день восстановлена подача электроэнергии в 2000 домов. Жительница Махали Сахувата Калтынского района Шодия Халикова вновь вернулась к прежней счастливой жизни. 1 мая она была эвакуирована в Чузак. С возвращением домой героиня нашего сюжета увидела приятную картину. Птенцы вылупляются из яиц. Это к хорошему, говорит Шадзи Апа, и не скрывает своей радости. По её словам, появление птенцов символизирует начало новой жизни. Отрадно, что жители данного Махалинского схода Крашен постепенно возвращаются в свои дома. Поскольку работы, проводимые сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, направлены на откачку воды и расчистку территорий в преддверии завершения. Под контролем и обеспечением стабильности эпидемиологической ситуации в районе. Дезинфицируются дороги и территории домов. Местное население не впало в панику. И сегодня, видя, как сотрудники МЧС и все ответственные лица трудятся непрерывно, у жителей Махали Сахуват появляется чувство уверенности и благодарности. Ну а местные повары угощают вкусным пловом Крашен, носящий вклад в восстановление района. Реализацию задач, поставленных главой государства на встрече с жителями района, мы можем видеть на примере Махалинского схода Крашен-Сахуват. Улучшается и благосостояние народа. Гражданам преклонного возраста своевременно приносят пенсии. Изучения в регионе показали, что у местных жителей были проблемы с обеспечением природного газа. Ответственными лицами решаются и эти вопросы. Активны в работах по восстановлению и представителей Национальной гвардии Узбекистана. Они не только контролируют обеспечение безопасности Крашен, но и принимают участие в благоустроительных работах. В целом, в Акалтынском районе работы по восстановлению в самом разгаре. Эту ситуацию никто не предвидел. Восстановительные работы осуществляются быстрыми темпами. Больше всего нас порадовало то, как наш президент проявляет заботу и поддержку. Он приехал в тот же день и лично давал поручения ответственным лицам. Обратился к народу и дал обещание, что все будет хорошо. Это подняло настроение не только садаринцев, но и всего народа. Сегодня вся страна выражает желание оказать помощь. Готова поделиться всем, что есть у них. Караваны помощи приезжают непрерывно. Это действительно дорогого стоит. Как отметил глава государства, совсем скоро здесь будет все обновлено. Ведь работы по строительству и благоустройству не останавливаются. Садаринцы единодушны в одном. Беспокоиться им не о чем, когда заботу и поддержку оказывают не только глава государства, но и вся страна. Ведь доброта и отзывчивость – главные качества, присущие узбекскому народу.